Я просто снимаю каждый год, собственно, вот эти короткометражки для аукциона благотворительного, из которых в итоге вырос мой большой фильм про любовь, которые стали очень популярны в сети. И я обратила внимание на то, что, может быть, не один мой фильм не был таким популярным, как вот эти откровенные короткометражки про любовь. И у меня родилась какая-то наглая идея подснять еще пару короткометражек и сделать альманах. Но, в общем, честно говоря, так подхалтурить. Но когда я начала писать, я поняла, что подхалтурить – это не мой путь. И у меня родился совершенно полноценный, отдельный, самостоятельный сценарий, в который уже вот эти короткие истории, которые были сняты, они просто туда не входили, не подходили. И получается, что они как-то меня просто вдохновили на эту историю. Но кино родилось совершенно отдельное, самостоятельное, полноценное. И вот как-то так, да. То есть, когда я снимала эти короткометражки, если бы я только знала, во что это все выльется. Ты просто снимаешь на фотоаппарат, ну, так, выходишь на улицу похулиганить. И ты даже не думаешь, что это кто-то увидит. Не бывает каких-то жанров неинтересных. Я вообще поняла, что мне все равно, что снимать. Короткий метр – длинный сериал. Мне просто нравится снимать. Мне важно, чтобы мне было интересно. А короткий метр мне нравится, потому что это поле для экспериментов. Я делаю там то, чего я стараюсь каждый раз, но не просто рассказать еще одну историю, а поставить себе какую-нибудь новую задачу и выполнить ее. Ну, просто посмотреть. Поэтому для меня это, в общем, короткий метр – такой учебный, экспериментальный процесс, в котором я, мне кажется, расту. То есть, я там расту, а потом прихожу в полный метр и что-то делаю. Я не могу сказать, что это первое зрительское кино. Просто, наверное, первый раз я об этом подумала. Потому что мои предыдущие фильмы «Звезда» и «Русалка» – они тоже очень зрительские. И люди их смотрят и любят. Но просто раньше я снимала совершенно не думая об этом. Понравится это зрителям? Нет, мне это было неважно. В этот раз, начиная снимать, я просто об этом как-то осмысленно стала думать. Вот и вся разница. На Кинотабре все-таки специфическая публика. И, поскольку я думала, что это совершенно не фестивальное кино, и была удивлена, что его вообще пригласили в конкурс самого главного фестиваля, поскольку считала, что кино очень зрительское. Поэтому я волновалась реакцией вот этой публики. Сейчас я уже волнуюсь по-другому, поскольку неожиданно этот фильм стал очень популярным и любим среди кино общественности. Я теперь засомневалась, насколько он понравится обычным людям. Поэтому теперь я уже волнуюсь, насколько такое фестивальное кино может понравиться обычной публике. И вообще система проката в нашей стране для меня большая загадка. И поэтому я все же всегда ориентируюсь на себя, на свой вкус. Я не понимаю, что такое ориентироваться на массы. Но мне это непонятно. Это же бизнес, и это деньги определенные. И вот когда ты понимаешь, что либо ты сейчас снимешь, либо ты не снимешь, у тебя закончатся деньги, и тогда все остановится. Поэтому дисциплина очень жесткая. Помимо того, что это творчество, мы все творим какие-то иллюзорные миры, все очень конкретно. Каждый съемочный день стоит большого денег. Либо ты входишь на площадку и снимаешь, либо до свидания кино. И тут уже не доверить.